Черная Волга о конце эпохи, как вы сами говорили. Я знаю, что вы упоминали недавно, что ваш дед был расплачен в 1838 году. Что происходит сейчас в нашей стране и при нынешней власти? Это разве не повторение предыдущих событий? Совершенно верно. Время получается закольцовано, как вы считаете? Ну, не время закольцовано, а события каким-то образом закольцованы. Может быть, на другом уровне и не в таких больших масштабах. Но, по сути, одно и то же творится на планете уже много тысяч лет. Как-то небольшая кучка людей именно в себе государство давит на все остальное население. Подложая тему, одно время у вас отсутствовали политические и социальные мотивы в вашей творчестве. И в последнее время все чаще и чаще появляются. Не могли бы вы прокомментировать, с чем это связано, почему? Да, не появляется. На самом деле, всегда было желание построить свою жизнь так, чтобы держаться подальше от всех этих проблем. Чтобы посвятить жизнь творчеству, а не политике и еще чего-либо. Просто иногда в песнях проскальзывает реакция на то, что вокруг происходит. А иногда песни посвящены более глобальным проблемам, вечным. Мы просто у нас много вопросов. Друзья, давайте по очереди. Хотелось бы узнать, вот есть такое мнение, что вы не посещаете концерты чужие, ходите только исключительно свои. А можете рассказать по поводу этого, пару слов прокомментирую? Это действительно правда? Да нет, но это не правда. Я хожу на чужие концерты обязательно. А на какие, например? Я видел всех западных звезд, которые у нас были. Всех абсолютно без исключения. Из последних, которые приезжали, что вам больше всего запомнилось? Дорс. Дорс 21 века. Давайте отмельку активнее. У кого есть вопросы еще? Давай сюда перейдем к интервью. Вопросы-то есть. А, ну, да. Из Аксёнова тоже любимая. Какой прекрасный мир нам подарил творец, сосна, сова, луна, автомобиль, дорога, давно увидит тем, кто не совсем слепец, давно слышит тем, кто слышит просто Бога. И получается... Кто слышит хоть немного. Много? Кто слышит хоть немного там. А, хоть немного, а я нашла восточники, кто слышит только Бога. Не помню, может быть, может, я не прав, извините. А, ну, проверим. Это о вас? Вот примерно так же воспринимаете мир? В тот мир, в то время, именно все так и было. Да, в принципе, и сейчас то же самое. То есть получается практически одинаково, что тогда, что сейчас воспринимается. Нет, и кроме того, мне просто Аксёнов в этих строчках понравился больше как поэт, чем как писатель даже. Ну да. Неожиданно, сильно, и очень просто, и очень сильно. Ну, это, конечно, небольшой вопрос. Обман зрения – это отклонение, скорее, от нормы? Или так лучше смотреть на привычные вещи через поэзию, через музыку? Нет, это нас так вынудили. Это не физиологическая особенность. Это внешнее воздействие. Вопрос, который поступает чаще всего из социальных сетей. Творчество на тему Маяковского, Бродского. Будете продолжать? Ну, это огромной популярностью пользуется у вас? Что-нибудь в этом направлении будет у вас? Ну, на новом альбоме есть секция Башлащева. То есть в ближайшие три года вряд ли чего-то стоит ожидать. Но практически на каждом альбоме, да, есть вещь, а одна написанная кем-то великим, большим мастером. И по поводу клипов спрашивают. Последний клип был месяцев 7-8 назад. А когда новый будет? И на какую, на какая работа вообще ведется? Не ведется ли вообще? Мы никогда никакой работы не ведем. Все, что было сделано, было сделано спонтанно. Никакого бизнес-плана никогда не существует. Не в плане бизнес-плана, просто какие-либо идеи по поводу этого? Ну, они витают в воздухе насчет двух песен. По крайней мере, снова альбомы, чтобы снять видео на них. Не раскроете секрет? Нужно время свободное. У нас весь ноябрь расписано, а в декабре свободное. И, может быть, как раз данного года что-то успеем сделать. Спасибо. Здравствуйте. Я помню это интервью три года назад. Вы говорили мне, что ваша гражданская позиция заключается в том, чтобы идти зря вы строите государство, сидя в голове. Это надо будет идеально, мы будем жить. Скажите, как за три года изменилась ваша видимость, вообще гражданская позиция? Я уже практически ответил на этот вопрос, да? Не хочется соприкасаться с политикой, а хочется заниматься музыкой и творчеством. В этом и есть построение собственного государства в голове. У вас не секретно, не то чтобы прям комплимент, но вас секретно выделяли за ваши поэтические, да? И хотелось бы у вас узнать, если может быть у вас быть на примете из современных поэтов. Сейчас потому что прошла такая волна, скажем, популярности у некоторых товарищей. Вот выделяете ли вы кого-то из них? Конечно, да. Современную поэзию надо искать в блогах, в ЖЖ и там где угодно. И последние, я не знаю, там 5-6 лет, наверное, только там и черпают. Потому что если находишь одного сильного поэта, у него обязательно во Фрэндах есть кто-то еще сильный. Надо просто ходить и искать тщательно все это исследовать. Мы делали вещи с начинающими поэтами, там Аля Кудряшова была такая девочка, она и сейчас есть. Вот такого вот роста вообще, и вот с такими вот стихами. Веру Болоскову все знают хорошо. И вот от них исследует плясать, и Фрэндах, там Анна Ревелот и так далее. Там очень много имен. Опять же, вы как человек, который со словом обходится очень аккуратно, как вы относитесь к тому, что теперь, например, можно говорить, там, черное кофе, например, оно? Вот, вы знаете, у вас это какое-то глупо не пройдет? Или вообще к тому, что сейчас появились новые, новые слова официально в ваших литвах? Все, по-моему, скажут. Знаете, все мои друзья всегда правильно употребляют это словосочистание. Все говорят черный кофе, а все остальные люди. Меня не беспокоит, я никогда не поправляю никого. Я понимаю, что это бесполезно, что это не нужно делать. Ну, как мне показалось, в вашем последнем огне очень много песен, связанных со свистом передвижения. Интерплея, кстати, это заметила. Вот, не знаю, у меня такая аналогия с тем, что это может действительно какое-то бедство там, или... Ну, это просто в плане метафора. Да, да и чисто физически, может, все время в пути. Все время поезда, самолеты, автобусы, машины, велосипеды. Все время. Я не помню, там, двух дней, чтобы я ровно сидел, никуда не ехал. Я обязательно куда-то еду. И группа едет, и, соответственно, все это в песне переносится совершенно заметно. Я это не контролирую даже. А не утомляет этот постоянный процесс движения? Нет, утомляет сидеть на месте. Вы как-то говорили о том, что хаос относится к разряду любимых ваших авторов. Хотелось бы узнать, что конкретно вы из него выделяете. Хаос, абсурд. То же самое, чем занимался Курюхин там спустя 50 лет. Когда рушатся привычные рамки, рушатся стереотипы, рушатся штампы. Из обломков собирается нечто новое, мозаичное, нелепое, а реповатое, но ужасно смешное, веселое и трагичное одновременно. Абсурд, сюрреализм, боже, сюр. Опять же, последний мой вопрос про АПО. Мне показалось, что там как-то непривычно для вас много посвящения кому-то. Например, та же самая песня «Дочь самурая», посвящение Талру Сашбашу, посвящение Сильвер Платы. Как так получилось? Вы, может быть, решили, например, за долгие годы взять и сделать такие вот... Не, ну, это совпало, что на одном альбоме так собралось. В принципе, и в предыдущих альбомах есть песни посвящения, может быть, мы их не так активно пиарили. Нет, конечно, есть. Я знаю, просто только раз там, по-моему, четыре штуки получилось. А есть ли кто-то, кому из нынешних, скажем так, товарищей вам бы хотелось посвятить? Ну, из нашей современности песню. Так это все наши современники. Это было-то всего 10-15, там, 20 лет назад. А прямо сейчас из ныне живущих, ну, я не знаю, но... Обычно кому посвящаешь песню, тот закончил жизнь трагически. Соответственно, тот истинный поэт. Ну, да, просто читай, например, тексты последнего разгона «Алисы». Там, ну, вот я, русским по-белому, там у конкретных каких-то персонажей он прописывал. Безусловно, их не вызывал. С русским по-белому – это хорошо. Спасибо. Я не просто так, кто это не хотел, я вам вопрос задавал, тем более ответы как раз прекрасно подоплеку создали. Вы постоянно движение, постоянно концерт, и не хочется уже что-то изменить или сделать какую-то паузу, остановиться, обидеться, заняться чем-то новым. Паузы есть, паузы возникают сами по себе, потому что, ну, идет-идет тур, а потом все равно неделя перерыва есть. И есть время остановиться. То есть вот этот принцип «черная полоса-белая полоса» он соблюден в жизни, и поэтому мы, собственно, и живы до сих пор. Но это неделя перерыва, я беру действительно подольше, серьезно, просто сказать, вот, не знаю, я беру вот этот бот и занимаюсь чем-то совершенно другим. Если чем, то чем вы хотели заняться, помните, что это совершенно не было путь? Мне не нужно брать бот, и мне не хочется от основного занять аппликацией, есть время, и вот даже при этом ритме, все равно заниматься чем-то другим. Чтение, просмотры кинофильмов, походы на чужие концерты, путешествия, все это в силе, это никто не отменял, и это очень расслабляющий действует на организме. Здравствуйте, я Женя Пол, Московский Курсомольский Казет. Вы сегодня знали о том, что вы прочитаете подальше, держаться в творчестве от каких-то политических подоплёк. А не кажется ли вам, что рок-музыканты, наоборот, должны как-то реагировать, вмешиваться в политические и государственные волнения, которые происходят в стране, потому что у них есть шанс быть услышанными на сцене, в отличие от обычных людей? Мне кажется, потому что, ну, в среде рок-музыкантов, как и в любой другой художественной среде, есть действительно люди, которые в политику лезут, но основная часть этим не занимается, а основная часть занимается своим основным занятием. Мне кажется, это какой-то расхожий стереотип, что рок-музыканты должны лезть в политику, на баррикады, и что они способны что-то изменить. Это чушь собачья. Даже в западном мире единицы из рок-музыкантов занимались политикой. Здесь даже, я хочу сказать, не только заниматься политикой. То есть, может быть, далёк моталистов в творчестве, но, например, как-то реагировать, может быть, на концерт, чтобы сказывать свою точку зрения. Когда будет скандал спустирать, очень многие западные артисты поддержать, естественно, не песнями, а просто сказать несколько слов защиту девушек, в то время как наши, рок-музыканты, не только рок, вообще предпочли проигнорировать вот этот процесс. Может, это стоило всё-таки, диск на сегодняшний день? Как это повлияло бы как-нибудь? Не, не повлияло бы. Я ещё раз говорю, что это... Это глаз вопиющего в пустыне. Спасибо. Политики должны заниматься политикой. Вот ещё дело. Если политики начнут писать стихи, тут всё со смеха лобнует. И наоборот тоже, понимаете? Мне кажется, когда рок-музыканты ездят в политику, это какой-то самый пиар такой, либо сумасшествие. То есть вы это осуждаете? Не осуждаю, я так с изумлением смотрю на всё это. С изумлением, правда. Какая-то неадекватка есть во всём этом. Спасибо. А ещё такой вопрос. Вы говорили, что вы в основном пишете музыку и тексты одновременно. Что касается нового дома, то есть какая ситуация или есть какие-то композиции, которые у вас возник отдельный текст на день на музыку? Только с Башлачёвым ситуация, когда был взят текст и написана совершенно новая музыка. Потому что у него тоже это была песня, Петербургская свадьба. Она была в темпе вальса, очень медленного, где слова так медленно-медленно проговаривались, а песня там чуть ли не в 8-9 минут не у него была. Мы сделали так, чтобы этот текст приходилось начитывать, 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 и это уже ближе к рэпу и к хип-хопу, то есть ближе к 2000-х годам. А все остальные вещи написаны вот так сразу. Идёт какая-то музыка, она идёт сразу со словами. А стихотворение бюджет, которое вы прочитали в Зеленом театре, вы не наносите, что вы разговариваете? Нет, а оно было прочитано в Зеленом театре? Да, я даже уже не помню. Сайпэля? Сайпэля. Нет, 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 я не читал бюджет там. Сайпэля был прочитан Фибоначчи, эта песня с самого альбома. Не конкретно с чего-либо, но это стихотворение, а многие просто подчёркивают, что оно было прочитано. Вы не собираетесь его им переделать как-то? Нет, это был номер такой. Я его год-полтора читал по всем городам, и всё, и как раз сегодня стоп на этом. Потому что в Москве он уже был прочитан, и второй раз я не буду это делать. Но это не песня, конечно, это юмористический номер. Вот как раз, да, на тему политики там и всего остального, но всё равно это не впрямую, это не призыв к чему-либо. Может, возможно, после этого такие вопросы поступают именно, связанные с политикой, вот и связывают. Да, может быть, да, я понимаю, но это скорее ирония. Не скорее, а точная ирония. Я буквально в продолжении того вопроса о смене плана, в последнее время очень популярно стало и у музыкантов, и у радиоведущих, если я ещё точно пойму, как я говорю, делать какие-то театральные такие вот капустники, спектакли, в том числе, высказывая эти свои мысли, видения, голосовские наблюдения. Нет желания что-то подобное создать? Если есть, то на какую тему? Не, ну я никогда в этом не участвовал, потому что это такие действительно совершенно театральные дела. Я в театре работал долгое время и наблюдал капустники там, со стороны. И мне всегда очень нравилось, что я со стороны это вижу. Ну а если бы была возможность, если бы кто-то из старых друзей пригласил, и сказал, вот Саша, надо нужно ли? Вы знаете, когда это специально делается, я просто видел, как они садятся и пытаются что-то родить там, а у нас всё это рождается спонтанно, в гримёрке, в гостиничном номере, в паровозе, там, в самолёте, где угодно, и все ржут так, что... И это никогда специально не воспроизвести, никогда, это всегда экспром должен быть. Как только начинаешь над этим задумываться, это всё-таки притянуто за уши. Поэтому я никогда не был поклонником там театральных капустников и всего остального, заедки и москвичения. Но человек, который это записывает, всё есть? Нет, к счастью нету. После этого он врет вместе с нами. То есть мемуары не... Никаких мемуаров. Никаких. Отдайте, это мой микрофон. Я хотела у вас узнать какую-нибудь обложку нового альбома, потому что, насколько я помню, все обложки были оформлены вами, и вот предпоследние две там очень интересные истории были. Нет, наоборот, мы никогда не оформляли свои альбомы сами, я всегда был приглашён художник там или художница. А как же вот, когда вы сфотографировали там и бутылку в Стокгольме, не, она не попала на обложку. Она не попала на обложку, да. Ну, неважно, да, ничего страшного. Обман зрения была. Расскажите, да-да-да, мне, наверное, был обман зрения всего. А расскажите, пожалуйста, про обложку любого альбома, потому что наоборот это достаточно примечательно. Альбом вышел на «Навигатор Якорьц». У них был парень, штатный дизайнер, который оказался нашим поклонникам, узнал все альбомы, там все песни, и он принёс свой вариант, и мы его сразу приняли, потому что он и по цветам, и по графике, и по задумке, он по всему подходит нам, потому что явно человек нас любит и понимает, о чем речь идет. Там есть и строгость, и мистика, и распорщитесь одновременно, вот то, что надо. Он чуть-чуть доработал, и все, и это было принято. Спасибо. В общем, вопрос какой-то красивый, я надеюсь. А мечта есть какая-то еще неисполная? Ну, их полно. Ну, главное, может быть, с детства осталось? Да нет, ну, в основном все реализовано, потому что сейчас уже возраст такой, когда хочется стабильности, и покоя, и так в основном все реализовано, и я просто наслаждаюсь жизнью так потихоньку, потихоньку, чтобы расплескать все это. А когда время с семьей общаться, то есть в связи с домами, со всеми с сыном? Ну, в принципе, да. Хотя, конечно, мы очень много ездим. Спасибо. Спасибо большое.